Когда мы говорим о негативности, о негативе, мы имеем в виду изменить точку зрения, изменить перспективу. Шила Шидар Махарадж, описывая этот мир, мир опытного восприятия, называл его верхушкой айсберга. Весь айсберг плавает в мире сознания, только верхушка находится в материальном мире. Но в других примерах мир иллюзии сам по себе сравнивается с океаном наваждения. Но это также описано, что, когда мы приходим в связи с Вайшнавами, и приходим под влиянием их концепции, то этот океан иллюзий превратится до вода, который остался в импринтах на хвост. Этот мир иллюзии сравнивается с бескрайним океаном. Но если тот, кто затерялся в этом океане, соприкоснулся с еще большим миром, миром преданности, которые несут нам преданные, то вот этот океан вдруг уменьшается до размеров маленькой лужицы, который оставил теленок. Как же что-то имеющее океанические размеры превращается, ужимается до размеров капли. Нужно просто изменить перспективу, изменить угол зрения. Кришна говорит, что тот, кто попадает в мир служения, в мир преданности, он вдруг видит, что бескрайний океан становится маленькой каплей. Океан иллюзий. Наши действия создают карму, и эта карма, она обладает некой гравитационной силой, неким весом, и под тяжестью кармы мы вынуждены находиться в этом мире. Но если мы приходим в соприкосновении с Вайшнавом, то вот это общение, связь с миром Вайшнавов, которое сводит на нет гравитационную силу кармы. творит... — То есть когда Вы говорите, нужно полностью разорвать свои связи с этим миром, это не наш метод. Кришна говорит, это иллюзия, я ее создаю, и ты находишься в этой иллюзии. Это моя Майя, но если ты предался мне, то ты избавляешься от иллюзии. Так решил Кришна. То есть избавиться нам от иллюзии или не избавиться, это целиком зависит от решения Кришны, а не то, что мы захотели, приложили усилия и избавились от иллюзии. Таким образом, вы видите конфликт между тем, что предлагает нам Майя и тем, что предлагает нам Кришна. Однажды Сарасвати Такур сказал, что то, что беспокоит нас в настоящее время, это называется мир. Другими словами, вот эти кармические обстоятельства, в которых мы сейчас находимся, мы их сами сгенерировали, мы их сами создали. Существует индивидуальная карма и коллективная карма. Ману. Ману. И Ману-сангита. Он reveals, в одном месте, он говорит, тамаса-баху-рупена, вествита-карма-хету-на, анта-сангап-хавандхи-ти, баху-рупена. Он говорит, что все живые существа, которых ты видишь в этом мире, наблюдаешь в этом мире, они все одеты в свою карму. Будь то человеческая одежда, птичья, насекомые и так далее. Мы сами создали эти обстоятельства. И Падва-пуранна, Рупа Госвами в Бхактирасамрита Синха quotes the Padma-пуранна, talking about the level of development of karmic reaction. Рупа Госвами в Бхактирасамрита Синха приводит цитату из Padma-пураны, где говорится о том, как кармические реакции развиваются. He says there are seeds of karmic reaction. Существуют зерна, семечки кармических реакций. Some of them have sprouted. Some are more fully developed. And some are bearing fruit. And in the midst of that situation as a human being, we are generating more. И посреди всего этого мы, как человеческие существа, мы создаем новые, семь новые семена. When Krishna discusses karma with Arjuna and Bhagavad-gita, the foundation, the beginning of his answer is, he tells him, this is complicated. В самом начале Bhagavad-gita, когда Krishna объясняет Arjuna, что такое карма, он говорит, что вначале ты должен понять, что это очень сложно. Because in some cases you're experiencing the reaction of former actions. В каких-то случаях ты испытываешь на себе реакции прошлых поступков. And then we're generating future karma also by our present actions. И тем самым, в это же самое время, ты сеешь семена новых кармических реакций для будущего. But Rupa Goswami says that Krishna consciousness is like fire. It fries the seeds of karmic reaction. And when the seeds are fried, they do not sprout. И дальше Rupa Goswami дальше объясняет, что сознание Кришны вы как бы берете семена, будущие семена кармических реакций и жарите их. И если семечки прожарены, они уже никогда не произрастут. Я не знаю, что-то. Я не знаю. Я не знаю, что-то. Если есть еще что-то, я думаю. Возможно, что иногда мы слышим что-то из религиозного, иногда мы слышим что-то из этого мира. Как правильно... Я сказал, что есть конфликт между Криснаконцепцией и Майя-мисконцепцией. Итак, существует конфликт между концепцией Кришна и Майя. Помните, что с высшей точки зрения смотреть на все с большого высока, то проблем вообще никаких нет. Если вы слишком высоко поднялись, то вы сверху видите, что все устроено замечательным образом, что все устраивает Кришна. Но когда мы опускаемся, то мы своим зрением захватываем все меньшую область, и мы начинаем видеть, что что-то благоприятно для сознания Кришны, что-то не благоприятно. И поэтому так необходим Гуру и Вайшнавы, которые позволяют нам, так сказать, вырваться за рамки агархи, ограниченного видения и направить наш поиск в сторону высшей абсолютной реальности. Итак, я вспомнился, когда Шрила Сарасвати Thakur was giving Harinam initiation to a man who had been a spy during the war. That was his occupation. So, knowing that he's giving Harinam to a spy, some related metaphor came to his mind. Однажды Шрила Сарасвати Thakur давал инициацию человеку, который во время войны был шпионом. И во время инициации что-то пришло ему в голову, что вот это шпионство он увязал сознанием Кришны. And what he told him was, he said, the Krishna conception should be allowed to land in the heart the way the navy brings the army to the shore, the troops, I don't want to say navy army, but the way the troops come on the boats and then they land on the shore of a country. И он сказал, что сознание Кришны закрепляется в нашем сердце, подобно тому, как воюющая сторона засылает десант на берег. Десант сначала занимает тоненькую полоску берега. И там начинается самый страшный бой, конфликт. And then gradually the troops on the shore, they gain some ground, some more ground, some more ground. И вот этот десант, вот этот десант на берегу, он захватывает больше территорий, больше территорий, и таким образом он захватывает в конце концов всю страну, всю территорию. So in the midst of this world, of karmic circumstance, we have the good fortune to come in connection with the Krishna conception. Итак, в этом мире посреди невзгод, посреди всей вот этой майя и иллюзии, мы соприкоснулись с сознанием Кришны, с концепцией Кришны. It enters our heart through the channel of sound. И этот десант, он прошел в наше сердце через слуховой канал, через ухо. And there it lands in the heart and begins its war with the Mayic misconception. And so, all the layers covering the heart in a form of desires, Guru Maharaj called them fleeting desires, means they have no permanent position there. И Шилашидар Махараш говорит, что те желания, которые, материальные желания, которые есть в нашем сердце, он их называл дрейфующими желаниями, то есть они то приходят, то уходят. And the Krishna conception will declare in terms of possession of the heart, says the heart is fully mine and you are all trespassers and must vanish. А вот это желание подлинного поиска истины, это постоянное желание. И со временем, по мере того, как оно закрепляется в нашем сердце все больше и больше, оно говорит вот этим временным или дрейфующим желанием, что вы на самом деле нарушители границ, что вы здесь временные, уходите отсюда. И это действительно борьба, что посреди кармических обстоятельств мы попали в связь с сознанием Кришны. Through the culture of faith, we begin to see the friendly hand of Krishna in the background of all these things. Но если у нас есть вера, то мы за всеми этими кармическими обстоятельствами, за кулисами там дальше увидим дружескую руку Кришны, который управляет всем этим. So for one, engage in the culture of faith, of Krishna consciousness, rather than seeing exclusively that these are just what I'm experiencing are as karmic reactions, they're seeing, but in the background something beneficial is detectable. И те, кто соприкоснулись с сознанием Кришны, они понимают, что здесь на переднем плане это проблемы, это кармические обстоятельства, но там дальше всем управляет Кришна, и Кришна ведет нас к себе. Итак, на все можно, на наши обстоятельства можно посмотреть с двух точек зрения. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok